ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы рассказывали в своем эфире об этой выставке, но на самом деле выставка очень интересная и будет не грех повторить узоры пушкинских времен. Что же это такое? На что мы здесь можем с вами полюбоваться? Вы знаете, здесь мы собрали и показали предметы, вышитые висером, вышитые шерстью шелком, которые были созданы как раз именно в годы жизни Александра Сергеевича Пушкина до 1837 года. Но самое главное, что здесь представлены образцы и схемы, по которым эти предметы вышивали дамы из окружения Пушкина, дамы из всего и высшего света общества в начале 19 века. И известен факт такой, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, мама Александра Первого, Николая Первого, вдова Павла, она была страшной вышивальщицей. Она делала руками очень много сама, и выяснилось, что не всегда это был плод фантазии мастериц, а на самом деле они делали по образцам, которые перед ними были, ну, как вот в наше время вышивальщицы покупают схемы в журналах, а здесь были вот такие вот гравированные листы, раскрашенные вручную, которые были, ну, считайте, точно такой же красивый образец, почему так называли образец берлинской вышивки. Красивый, такой вот яркий, сочный рисунок, который нужно было просто так вот творчески копировать и переносить на тот предмет, который собирались вышивать. Вы помните в «Мертвых душах», да, Гоголь, что городичи прекрасный человек вышивает крестиком, да, то есть на самом деле это, ну, как вот для женщин вышивания, так и некая релаксация, на самом деле мужчины точно так же как будто этим занимались. Удовольствие от вышивки в 19 веке, кажется, получали все. Даже императрицы умели держать в руках иголку и нитку. Правда, схемы для вышивания были на вес золота. Центром их создания стал Берлин. Оттуда рисунки разлетались по всему миру. Сначала одинаковые для всех, а потом в них стали добавлять и национальный колорит. Что, как правило, было с сюжетами таких вещей? Это были сцены охоты, это могли быть сцены каких-то романтических таких символов, которые были представлены. Вот как будто купидончик, ракушки, плывет, ну, про любовь. И обязательно это могло присутствовать быть, ну, досуга мужчин того времени, игра в карты. Уникальные экспонаты из частной коллекции Константина Журомского и Оксаны Григорьевы представлены в музее-заповеднике Пушкина. Здесь порядка 150 схем для вышивания. Все они относятся к первой трети XIX века. Это работы не только утонченных барышень, но и крепостных. Вот, например, «Царица ночи» – теперь часть Золотого фонда русского декоративно-прикладного искусства. Огромная двухметровая спинка дивана, вышитая по этой схеме, находится в Киевском музее русского искусства. И она происходила из усадьбы Тарновских, знаменитых культурного центра на юге России, в начале XIX века, усадьбы, где бывал Гоголь. И вот как раз это был такой-то плод вышивания крепостными крестьянами. На взгляд обывателя – цветочный венок. А специалист может разгадать в нем зашифрованное послание. Каждый цветок – буква. В начале XIX века была принята, была модна и была развита культура зашифрованных посланий. И вот в цветочных таких орнаментах, это есть такое слово, акрограмма, в них зашифрованы либо имена, либо какие-то слова, пожелания. И вот в нашей коллекции есть такой модный и популярный букет, популярная тема – это имя Александр. Выставка «Схем для вышивания узоры пушкинских времен» в музее-заповеднике открылась еще в феврале и должна была работать до осени. Но в период пандемии коронавируса популярная экспозиция оказалась недоступной для посетителей. Поэтому срок ее работы продлили. До конца года она у нас будет работать, она будет радовать наших посетителей. А тем более, что самое главное, что мы эту выставку организовали уже в действующей экспозиции. Она очень органично сюда вписалась, среди мебели, которая у нас есть в пушкинских времен. И здесь мы решили показать вот эти вот действительно просто чудесные вещи, которые чудом сохранились. Кстати, Оксана Григорьева – одна из владельцев уникальной коллекции, на своем примере доказывает. И сейчас мастерицы могут вышивать не хуже. По тем же рисункам, которые, к слову, можно найти в интернете. А значит, попробовать свои силы в вышивании по старинным схемам может любой желающий. Сейчас достаточно просто достать любую схему для вышивки. А как было тогда? Тогда выходили журналы, которые были точно так же, как сейчас журналы мод. К ним могли быть сделаны приложения. Но это было такое самостоятельное и автономное производство. То есть это основной центр был в Берлине. Рассвет пришелся, издание этих схем. 20-30-е годы. Дальше, ну именно в эти 20-30-е годы нам оказались интересны. И потому, что это время Пушкина, и потому, что это был самый такой трудоемкий, рукотворный процесс. Потому что схему сначала была основа в виде рисунка. Которое нужно было, вот как сейчас сказали, раздробить на пиксели. То есть перенести на разграфленное. Вот так вот вручную, на самом деле. Это вот сеточка, если присмотреться. С сеточки, как миллиметровка. Разграфленный вот такой вот лист. И закодированными, ну под, в каждую свою клеточку. Ставился, либо так, как варель, гуашь, или смешанная техника. Ставился в свой рисунок. Константин, а был ли какой-то национальный колорит у этих схем для вышивки? Или из Берлина, ну скажем так, делали одинаковые для всех? Нам трудно понять и приследить сейчас хронологию создания работы. Это идет, потому что до последнего времени практически не было никакой информации о издателях и о самом принципе, как это происходило. Дальше, когда вот мы стали покупать, и когда у нас уже объем вот этих схем оказался на руках, оказалась очень такая вот, ну, несложная вещь. Внизу практически каждая схема, если она не обрезана, находилась подпись, где был адрес издательства и имя издателя. И сохранились Берлина, несмотря на то, что он оказался во время Второй мировой войны, практически полностью уничтожен центр города, поскольку издатели находились в центре города. Сохранились адреса и даты, когда они арендовали эти помещения. И, соответственно, это позволяет установить хронологию. И вот мы, интересно, делаем уже такие системные наблюдения. То есть первые схемы, они были в основном посвящены цветочным орнаментам, каким-то закодированным словам, которые вот... Вот мы стоим возле нашей одной из любимых схем, где закодировано имя Александр. По набору цветов на немецком языке как будто расшифровывается Александр. По часовой стрелке. Это очень любили тогда, такие, как ребус такой. Значит, и потом уже по хронологии создания стали появляться разнообразные уже жанровые сюжетные сценки, картинки. То есть это с гравюр, может быть, рисунков переносились. Вот уже дробились эти изображения под пиксели вот эти, как их называют. И каждый квадратик покрывался своим рисунком. Появились уже сюжеты. А дальше мы обращаем внимание, что эти сюжеты начинают приобретать такой некий национальный оттенок. Потому что уже, видимо, развивается рынок потребления. И издатели готовили, ну, в разные страны они готовили, собственно говоря, то, что там могло быть интересно. Потому что есть шотландские сюжеты, есть русские типы. Это вот самое для нас интересное. Да, для нас что готовили? Вот русские типы, то есть у нас были деревенские пряски. Был такой цикл, назывался «Русские дрожки», то есть на чем перемещались в России. То есть наши какие-то сани, наши брички. То есть вот то, что где мы узнаем наших мужиков в кафтанах, девушек в кокошниках, была такая схема хоровод, например, она так как раз... Это все как раз пришло на период как раз пушкинских времен, и мы очень так четко это и видим. Очень любили делать какие-то... Если фигуры появлялись, очень любили выпускать какие-то тирольские персонажи. То есть это вот, ну, каждый, собственно говоря, народ Европы получил свою какую-то такую серию и тему. А дальше были такие вот абстрактные, жанровые такие вот сельские пастералии. То есть это вот все, многообразие бесконечное было тем. Была вот такая вот универсальная, интернациональная такая вот тема китайщины, шинуазри. То есть это во всем мире они распространялись, их и в России покупали, и в Америке покупали в то время. Да в любое место могло попасть, и во Франции, и в Англии. Оказывались китайцы. То есть это как будто вот так вот роднило всех вышивали. Если могли в разных местах вышивать одну и ту же схему в одно и то же время. Ваша коллекция ограничивается узорами пушкинских времен или гораздо шире? Нет, это как раз самое начало коллекции. Коллекция наша имеет на данный момент уже более 500 экземпляров этих схем. Это все 19 века, включая до 70-х годов. И вот именно как раз этот объем нам позволил сделать вот такую вот выборку. И мы, вот селекцию такую вот, и у нас появились как раз предметы, те, которые... Но нам действительно очень интересно показывать, чем занимались дамы 19 века. Причем действительно было занятие всех без исключений. Не случайно, вот любимая героиня Пушкина Татьяна Ларина, она одна, единственная, наверное, да, вот почему выделяешь, она была необычна, и узором кружевого она не оживляла полотна. То есть она не занималась вышиванием. Это было необычное явление, потому что обычное явление было вышивать. Ну, понятно, как у барышень появлялись схемы для вышивания, а у крестьянок откуда? Это же ведь дорогое удовольствие. А, нет, крестьяне-то были не самостоятельные. Безусловно. Вот это как раз было еще и дополнение крепостной труд. То есть это вот точно так же во всей литературе начала 19 века и мемуаристики рассказываются про вот эти вот дамские комнаты. Наверху это дамская половина, где сидели вышивальщицы и работали, как постоянная работа. Кто-то барышень, он там выполнял в поле, для тех, у которых было склонности руки и зрения хорошие, те занимались вышиванием. То, что без этого невозможно было создать, конечно, эти монументальные, колоссальные чехлы на диванах, скажем, которые были, то есть вышивали-то от игольницы до монументальных предметов мебельных, которые покрывали вот этими вышивками. То есть я так понимаю, что вот эта царица ночи как раз и стала украшением одного из предметов мебели? Ну да, представьте, потому что размер дивана, например, в нашем историческом музее находится чехол, ну простите, двухметрового размера. То есть это там использованы десятки тысяч бисеринок пришитых. То есть это вот, конечно, только можно было представлять, что это... Какой объем работы был проделан. Да, почему я думаю, что с разных сторон они вышивали, там шивали эти полотна. Благодаря нашей императрице, удовствующей Марии Федоровне, они стали постоянным еще предметом, который представлялся на боготворительных всяких выставках и продажах. То есть это вот в 19 веке боготворительность и рукоделие было очень так вот тесно связано. И даму специально, чем была важнее персона, тем дороже стоил ее предмет, дороже ее труд. И, соответственно, вот, ну как бы так, знаете, по-честному сюда, там, как и графиня, вполне могла там в течение нескольких лет вышивать предмет, который потом за очень дорого мог быть продан, там, на каком-то таком светском боготворительном мероприятии. Все было тогда примерно как сейчас. Вот приятное с полезным. Ну да, 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 да. А когда вы начали собирать коллекцию? И насколько это было тяжело? Потому что обычно у сейчас, во всяком случае, схемы для вышивки не хранятся. Вышили и забыли. Ну, изначально я начинал собирать сами предметы вышитые из бисера. Это было еще в далекие студенческие времена. Причем это всегда, на самом деле, был такой предмет коллекционирования, неразрывный с коллекционированной мебелью, потому что бисер был предметом, ну, декора, интерьера и мебельного тоже. Изучая историю коллекционирования, смотря коллекционирование, например, в начале 20 века был такой же бум по коллекционированию бисера, как в начале 21 века. Это очень интересно. Например, собирал бисер, кстати, Андреевич Сомов. Или Николай Мелиотти имел крупнейшую коллекцию бисерных предметов. Они вот опубликованы в журнале «Жар птицы», например. А дальше, совершенно вот таким необычным эмпирическим путем, очень многие исследователи считали, что вообще, что это как бы плод фантазии, вот эти все бесконечные вышитые бивары, чехлы, чупуки, кошелечки, что-то плод фантазии. Какая была фантазия у наших барышней, вышивальщиц. То есть захотела, придумала, вышивала, да? Да, да. И вот действительно, это как бы так вот, ну, никто не подозревал, какая огромная культура вот этого создания, вот этих образцов схем для вышивания была в 19 веке. Причем она, мне очень интересно, она, ну, как бы такая интегрирующая, мультикультурная, мультимациональная получается. Потому что действительно эти предметы сейчас нами покупаются по всему миру. и, как вот я так вот для воображения всем говорю, представьте себе, что тут одну и ту же схему, там, в каком-то 1830 году создавала вышивальщица в русской деревне, в каком-то поместье и во французской каком-то дворце и замке, в английском каком-то там маленьком городке, и даже в далеких колониях, где-то там в Америке, где стали гарнизоны английских войск, например. Ну, вот это все благодаря такому неразрывному развитию и почтовых всяких вот отправлений. Потому что мне спрашивают, а как могли попасть, там, скажем, в Индию? Потому что и в Индии тоже схемы эти были. Вот они подправлялись, как раз туда попадали наверняка, через английские чайные клиперы, которые доставляли, шелк и чай обратный. Просто больше, чем сейчас. А как думаете, современные мастерицы смогут воспроизвести вот такие узоры? Ну, собственно говоря, это все и делается, потому что коллекцию мы собираем вместе с Оксаной Григорьевой, и она как раз по этим схемам и создает вот своими руками эти предметы именно к тем же принципам, как создавалось в 19 веке. То есть на пяльцах специальных, значит, каждая бисеринка пришивается отдельно. Ведь, как и как называли их, счетная схема, потому что можно четко представить себе, просчитав количество вот этих вот ячеек, количество будущих бисеринок, и так это и происходит. То есть вот я наблюдаю за ее работой, как это выглядит. То есть она подкладывает линейку, и вот как каждая в строку, уже по конве, значит, в строку, в нее как будто она пришивает каждую бисеринку по счету. Так 10, 3 зеленых, одна красная, это и пошло дальше. То есть по силам? По силам, и наша, собственно говоря, такая, ну, своим примером. И мы, ведь, как мы смотрим на эти схемы, действительно они были рабочими рисунками. И они были очень дорогие в производстве для самого издателя, потому что это уже действительно каждая точка была вручную художником, в принципе. Да, так вот это уже не ремесленник, который там тыкает, потому что здесь видите тончайшие переходы. Это должен быть человек, который прекрасно должен владеть цветом, краской, глазом. Сначала, то есть вот сама схема, потому что произведение искусства трудоемкая. И, соответственно, видимо, как-то это вот все-таки в их стоимость закладывалось, редкости понимания, насколько они дороги, поскольку мы видим их многократное использование. Мы видим, что они доходили в состоянии и доходят до нас. Ну, в общем-то, ну, видно, что они... Не один раз. Да, не один раз побывали в руках вышивальщиц, и не один раз они были каким-то образом закреплены. Я не могу не спросить, в прошлый раз в интервью вы сказали, что, да, в пушкинские времена вышивали все. И сегодня мы об этом с вами поговорили, в том числе и мужчины. А вы сами вышиваете? Нет, вы теоретик. Это я, да, это я наблюдаю с удовольствием. Но на самом деле, как, знаете, как я называю, ампирное времяпровождение, да, вот так, когда барышня вышивает, ты занимаешься какими-то своими делами, да, то это вот... Ну, наверное, так оно и было. Во-первых, это так оно и действительно было. Мы поим, коллекция, схем. У нас есть небольшая подборка столов для вышивания. И некоторые из них, они, собственно, и были предназначены для такого, ну, грубо говоря, светского времени, потому что столы для вышивания были двусторонние. Получало так, что вышивальщица должна была сидеть напротив фронта фронт с другой ее подругой, и, значит, и вот они вышивали вместе, разговаривая. У каждого из них под правую руку даже он, может быть, откидывался куда-то, надо ниточку как будто всовывать. Константин, а можно ли где-то сейчас найти вот те самые схемы для вышивания пушкинских времен? Вы знаете, мы абсолютно представляем то, что это может быть на самом деле интересно и нужно. Одни из самых наших красивых схем в компьютере отреставрировали, потому что, конечно, если присмотреться, видно, что они времени подверглись, потому что краски выпадали. Если использованы были белила, они сухие и нестойкие, они отваливались, и поэтому мы представляем, что это был белый цвет, но на самом деле на его месте что-то другое. Это наши дизайнеры установили, и мы издали серию папок, в которой в натуральную величину повторены самые такие вот, ну, яркие, интересные сюжеты. И издание на плотной бумаге, собственно, это гарантирует уже долговечность на следующее поколение тех, кто как-то может вдохновиться и после нашей выставки, и вообще на самом деле после такого какого-то, ну, внимания к этой теме. Поэтому это вот мы придумали, сделали, и вот все наши выставки, они сопровождаются. Там в музее есть сувенирная магазина, и вот там как раз все это и находится. Можно себе сделать вызов, смогу или не смогу. А вот так оно и происходит на самом деле, потому что очень много народу узнавая, вот это там включается, потому что на самом деле это достаточно все просто и доступно, потому что в интернете находятся ссылки на магазины, которые продают вот эти, ну, сам бисер. Ну, а главное просто это вот воображение, идея и усидчивость. Константин, спасибо большое, что ответили на все мои вопросы. Я напоминаю, что выставка узора пушкинских времен в музее-заповеднике Александра Пушкина будет работать до конца года. Говорить о ней можно очень много, но лучше хотя бы один раз увидеть все своими глазами. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok